Соленые озера – это, пожалуй, главная изюминка Сулелецкого района. Каждый год сюда приезжают туристы с разных уголков России и даже мира. Все они знают об уникальных целебных свойствах водоемов. Впрочем, могут отдыхающие не только принимать грязевые и солнечные ванны. Для туристов каждый год появляются новые развлечения. В районе работает порядка 15 туристических маршрутов. И в этом году к ним добавятся прогулки на вертолете. Мы попробовали, и люди прям бежали и спрашивали, а можно, а сколько это будет стоить. Озера действительно у нас уникальные, красиво расположенные. И памятники природы тоже интересные. Туристический маршрут будет проходить над озерами, которых, к слову, семь. Также отдыхающие смогут увидеть боевую гору, получившую свое название после кровопролитных боев белоказаков с туркестанской армией. И только с высоты птичьего полета туристы смогут увидеть соединение двух рек – Лека и Урала. Развивать региональную авиацию, а в частности авиатуризм, главе района поручил губернатор Юрий Берг. Это незаполненная ниша, которая может открыть новые горизонты в туристической деятельности. И мысли пошли еще дальше. В ближайших планах организовать обмен туристами между изюминками Оренбургского края, Сулелецком и Реклинским водохранилищем. Самолет набирает здесь отдыхающих, везет на реклу, там они катаются на яхтах, на морских судах. В это время забирают оттуда отдыхающих, которые тоже приехали с каких территорий, везут на соленки. Вот такой идет чартерный обмен. Но это пока в перспективе. А взлететь над Сулелецком отдыхающие смогут уже завтра. Полет будет длиться 15 минут, и за один раз в небо может подняться целая семья из трех человек. Алена Блечь, Роман Боричев, Георгий Бурлунский. Новости дня.